Албания Какие ассоциации у вас вызывает эта страна? У нас это была разруха, старые мерседесы, суровая албанская мафия. Но как же мы ошибались? Об этом чуть позже, а пока немного общей информации. Албания, пожалуй, самая загадочная и самобытная страна Европы, которая полвека была изолирована от всего мира. Расположена она в западной части Балканского полуострова. Ее берега омываются водами двух морей. С западной стороны прозрачной Адриатикой, а на юге страны Ионическим морем. Расположенный между ними пролив Отранто соединяет побережья Албании и Италии. До итальянского берега всего 75 километров. Ни об одной стране Европы не ходит столько мифов и противоречивых историй. Многие опасаются сюда ехать, и совершенно напрасно. Албания даже более безопасная страна, чем некоторые европейские страны. На сегодняшний день Албания входит в десятку самых безопасных для жизни стран с населением до 5 миллионов человек. В Албании сохранилась дикая, нетронутая природа, памятники древней римской, византийской, османской культуры и коммунистического строя. Так почему же мы не знаем ничего об этой стране? Все дело в том, что с 1944 по 1985 года страной правил албанский диктатор Энвер Ходжа. На протяжении 40 лет правления Ходжа был в страхе перед иностранным вторжением, поэтому Албания оказалась за железным занавесом. И по всей стране стали строить бункеры. В годы его диктатуры русскоговорящие албанцы шутили, что столица их государства названа в честь тирана. В стране площадью чуть больше 20 тысяч квадратных километров с населением около 3 миллионов человек было построено, по различной информации, от 600 до 900 тысяч бункеров. Бункеры по сей день можно встретить абсолютно везде. Пока возводились бункеры, остальная инфраструктура Албании разрушалась. Дороги не строились, а на тех, что были, отсутствовали дорожные знаки и указатели. Считалось, что отсутствие указательных табличек должно дезориентировать потенциального врага. Мол, местные и так спросят, куда им проехать. А чужакам незачем знать, где находится столица и другие важные объекты. Кстати, во время правления Ходжа море считалось стратегическим объектом, и использовать его, купаться, могли только высшие чины партии. Для обычных граждан доступ к морю считался закрытым. Представляете, что значит жить в стране с таким потрясающим климатом и теплым морем и не иметь возможности в нем искупаться? Все постепенно начало меняться в 1985 году. Энвер Ходжа умер, а его преемники осознали бесперспективность политики изоляции и стали сотрудничать с соседними государствами. Границы открылись, албанцы поехали на заработки в Европу, на дорогах стали появляться мерседесы. До этого момента их было около 700 на всю страну, и водила их исключительно партийная верхушка. Но в 2020 году это уже совсем другая страна. Мы не ожидали от Албании чего-то особенного, но этой стране удалось нас удивить. Здесь можно найти пляжи с кристально чистой водой, невероятные горы, которые впечатляют с первого взгляда своей красотой, местный колорит и вкусную еду. В этом сезоне мы покажем вам эту загадочную страну во всей красе. А вас попросим лишь прожать лайк и написать комментарий под этим видео. Всем доброе, солнечное, украинское утро, и мы сегодня отправляемся в Албанию. Полет наш будет из Киева в столицу Тирану. Полетели? Местная валюта называется Лек, и сразу по прилету нужно снять деньги. На выходе здесь три банкомата, мы снимаем в Райфайзене, и комиссия за снятие 700 лек. Паспортный контроль проходим буквально за считанные минуты, даже штамп не поставили. Сразу на выходе в город здесь находится компания Vodafone, где можно купить сим-карты. Мы заранее себе заказали трансфер, можно, конечно же, заказать его здесь, но здесь цены чуть выше. Нам ехать два часа в город, в Лера, это будет наша первая точка. Мы заказали трансфер, нам он обойдется в 75 евро. Пора привыкать, это же Европа, несмотря на то, что она не такая популярная, но все-таки это Европа, поэтому цены тоже европейские. Также можно добраться подешевле на поезде, но это займет чуть больше времени. У нас сломался чемодан, и для нас вообще не вариант тащить его до поезда, так скажем, поэтому мы выбрали трансфер. Поезд обойдется вам на человека примерно 5 евро. Для начала нужно на автобусе доехать до Дюрас. Прямо здесь, в аэропорту, садитесь в автобус, доезжайте в этот город, и оттуда уже на поезде 4,5 часа до Блеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настало время показать вам наше жилье, которое мы сняли в Авлёре на месяц пока что. Там дальше будет видно за 350 евро. Но это не значит, что по такой же цене вы в горячий сезон сможете снять эту квартиру. Мы снимали ее через знакомых знакомых, и в высокий сезон эта квартира стоит целых 50 евро в день. Что мы получаем за 350 евро? Во-первых, у нас огромная комната, гостиная, совмещенная с кухней, в которой есть все необходимое, даже духовой шкаф, в котором мы периодически что-нибудь вкусное готовим. Большой холодильник, плита, пожалуйста, чайник, вся посуда есть. Здесь небольшой коридорчик такой. И сразу же мы попадаем с вами в ванную комнату. Тоже достаточно просторная. Есть небольшой балкончик, и там стиральная машина, что тоже очень важно. Эта квартира у нас трехкомнатная, и почти в каждой комнате есть свой балкон. Здесь вот такой огромный просто балкон. Можно поставить столик, стулья, завтракать, но вид на самом деле не очень хороший, потому что комплекс сделан таким колодцем, и вы, получается, смотрите в окна соседей. Вид мне не очень нравится. Телевизор, само собой, но хотя мы его редко используем, но все равно он есть. Две спальни у нас. Одна спальня с раздельными кроватями, куда, не знаю, можно детей ложить, либо компанией приезжать, и, в принципе, тут можно в шестером разместиться. То есть вот здесь еще одна главная спальня, здесь вдвоем, в этой спальне вдвоем, и в гостиной тоже вдвоем. Спальня у нас тоже достаточно просторная. Есть шкаф, несколько окон, и тоже маленький-маленький балкончик, но опять же вид хромает. Здесь тоже есть санузел, но хозяин сказал, что его нельзя использовать. Он вообще закрыт, там, видимо, какие-то хозяйственные причиндалы. Еще, Валюха, у меня вопрос, а что у нас по визам? Мы как-то должны это отслеживать. Так, смотрите, для белорусов и россиян можно находиться в стране с апреля по 30 ноября без визы, но не более 90 дней. То есть вы можете находиться здесь без выезда 3 месяца. Для украинцев вообще можно находиться круглый год, но главное каждые 3 месяца выезжать. Бесплатно, никакого штампика не ставится, поэтому Албания такая достаточно гостеприимная страна. Еще вопрос по жилью. Где мы нашли, как вообще искать и что тут, где тут что арендовать? Что я могу посоветовать? Когда я готовилась и искала жилье, честно сказать, даже не представляла, где его искать. И потом каким-то чудом оказалось, что знакомая девочка тоже здесь сейчас. Они приехали буквально на неделю раньше, и вот я связалась с ней, и она мне подкинула местный сайт. Мы можем оставить его в описании. Если вдруг кто-то из вас соберется на длительный период в Албанию, там, от месяца, имеет смысл искать на местном сайте. То есть там, как у нас, знаете, доска объявлений. Очень кривой сайт, но цены там нормальные. Если вы приезжаете на короткий период, в принципе, R&B&B и Booking.com. Ничего нового я вам не открою. Как и в любой стране, эти два сайта. Отели – это Booking.com, R&B&B – это виллы и апартаменты. Такого плана, как у нас. Поэтому нам, в принципе, повезло. Мы приехали, ну, во-первых, пандемия, жилья очень много. Во-вторых, вот знакомые подкинули нам просто номер людей, у которых можно арендовать напрямую эту квартиру. Но, повторюсь, что эта квартира есть также на R&B&B, и там она стоит 50 евро в сутки. Высокий сезон. Сразу же после заселения мы отправились на поиски еды. И мы живем совсем рядом с центром. У нас вот дорога идет туда налево, это в центр. А направо туда к морю. И вот здесь, прямо напротив нашего дома, находится Болт Бистро. Но вообще на улице хорошо, тепло, не жарко. Жарко? Да не жарко вообще абсолютно. Смотрите, в этом заведении есть небольшая проблема. Нету ни меню на английском, ну, соответственно, конечно же, на русском тоже нет. Как мы выходим из такой проблемы? Я скачиваю себе Google-переводчик на телефон и скачиваю определенный язык. Например, мне нужен албанский. Я просто открываю Google-переводчик, открываю камеру, навожу на текст и в прямом эфире мне все переводят. То есть вот салат из рукколы есть, деревня, простой зеленый, овощи на гриле. То есть более или менее хотя бы как-то можно разобраться в этом переводе. Лазанья, например, бекон и колбаса, смесь сыра и бекона, пряная курица, крылышки. Ну, то есть, в принципе, с меню можно разобраться с помощью этого Google-переводчика. И цены здесь тоже невысокие, в принципе, пиво местное Корга, по-моему, называется она или Корга, я не знаю, вот оно стоит 200 местных лек за 0,5. Как мы считаем местный курс? 100 местных лек это где-то 1 доллар, там 98-97 центов. То есть 1000 лек это где-то 10 баксов. Допустим, карбонара стоит 500 местных лек, то есть это 5 баксов, а 5 баксов это 350 рублей где-то. Ну, в принципе, для хорошего заведения цены очень даже радуют. Вот я заказал некое блюдо, которое название я даже выговорить не могу. Здесь у нас картошка фри, слайсами сделана свинина, здесь вот лепешка порезана на 4 таких кусочка и 3 вида соуса, а также даже немного салата и помидор. Выглядит все симпатично и это стоит 350 рублей, друзья, то есть 5 баксов. А Валюша голодает и ждет свое ризотто. Я взяла ризотто с белыми грибами и походу с рыхлыми масками, поэтому у меня чуть подороже. У меня 700 лек. 7 долларов? Это 500 рублей, 6 и 6 долларов. Решила разорить нашу семью? Сегодня да. Подъехала Валентина ризотто. Да, я сегодня решила затестить ризотто с грибами, с белыми грибами. Ну, на самом деле это не албанская кухня, конечно же, мы обязательно сходим в какое-нибудь заведение, да? Я уже прочитала про блюда, которые обязательно нужно попробовать в Албании. Их там 5 примерно. Мы обязательно попробуем и вам расскажем. А сегодня мы наслеждаемся европейской вкусной артурой. Так что в Албании все вкусно и недорого, поэтому можно приезжать. Ну, а пообедали мы на 1320 лек. Это 900 с чем-то рублей или 13 долларов. В принципе, для обеда неплохо. Все было вкусно, мне понравилось, но я, к сожалению, пробовал греческое блюдо. Поэтому будем искать албанские блюда и пробовать их. А пока что хотя бы перебиться, чтобы с голода не умереть здесь. Так как Албания маленькая страна, очень удобно путешествовать по ней именно на автомобиле. И мы в городе Влера взяли себе в аренду вот такой вот замечательный автомобильчик под названием Volkswagen Polo 2011 года на механике движок 1.2. В высокий сезон такой автомобиль вам обойдется в 30 евро. В низкий сезон цены падают до 20 евро. И мы тоже сняли в районе 20 евро. Единственное, что хозяин сделал нам небольшую скидочку из-за того, что мы блогеры. Но хочу вас сразу предупредить, что Албания находится на втором месте по стоимости бензина в мире. Сразу после Гонконга. Например, наш автомобильчик заправить на 41 литр солярки нам обошлось в целых 60 долларов. Выходит полтора доллара за литр солярки. Не так-то уж и дешево. И хочу также вам показать нашу машинку. Она вроде как бы выглядит свеженькой, 11-го года, но она абсолютно вся у нас покоцанная. Просто по кругу где-то краска облуплена, где-то дверь уже вся поцарапана. Кто-то в него влетел уже. То есть везде-везде, просто по кругу она вся поцарапанная и вся в каких-то сколах. Но в Албании это нормально, потому что здесь, во-первых, узкие дороги. Во-вторых, албанцы такие себе уж водители. Сегодня мы приехали на одну из достопримечательностей, которая расположена недалеко от Влёры, буквально 20 минут на машине. Называется остров Звернец. Вот он находится позади меня. И он соединён с сушей, таким небольшим деревянным мостиком. Место очень такое приятное, спокойное, умиротворённое. Мы здесь встретили буквально несколько туристов и пару рыбаков. На острове расположен монастырь. Раньше не было моста. И, соответственно, прихожане этого монастыря, они были отрезаны от всего мира. И добраться можно было только на лодке. Здесь нельзя снимать на камеру и нельзя фотографировать. Нельзя выпивать, нельзя быть с оружием и нельзя собак. Но про дрон-то ничего не сказано. Вот кажется, вроде ковид совсем недавно появился и соблюдение дистанции. И, в принципе, все вот эти вот таблички, они должны как-то, ну, знаете, выглядеть свежо. Но здесь они выглядят так, как будто бы ковиду уже лет пять. Серёга заметил в воде крабов. Они такие смешные. Я никогда не видела, как они ведут себя именно, ну, в своей обычной среде. Они вот своими ножками, ну, этими лапками, короче, быстро-быстро так перебирают. Очень смешно. Их очень много, да, Серёга? Ну, реально крабов можно приезжать ловить. Ну, я не знаю, местные тут ловят рыбу, но тут есть ещё и крабы. Почему они не ловят крабов? Странно. Ну, хотя стоит значок, что тут вообще нельзя ловить, но все ловят. И фотографировать и снимать тоже нельзя. Но нам сказали, что вы можете снимать только без людей. Ну, типа, чтобы людей в кадре не было, по каким-то, наверное, религиозным убеждениям. Ну, что, мы дальше катим по Албании-то. Хочу отметить, что сейчас октябрь и уже не сезон. То есть, в принципе, многие пляжи уже даже лежаки убрали. И встретить людей на пляже, это на самом деле редкость. Мы приехали на пляж Нарта. Он находится недалеко возле острова Зверинец. Просто по пути в Аблёру мы на него заехали. И хочу сказать, что здесь даже есть люди. В основном это люди преклонного возраста. Там за 60-70 и выше. Море немножко волнуется. Давайте потрогаем воду. Но я думаю, что она уже холодная для того, чтобы купаться. О, ну, кстати, вода не холодная. Я думала, что она будет как лёд. Но нет, я думаю, даже можно искупаться. А, вон люди купаются. Офигеть! Ну, согласись, тёплая, да? Водичка-то более-менее нормальная. Я думаю, для большинства людей она вообще даже тёплая. Для нас, конечно, она немного прохладная. Совсем чуть-чуть. Но если бы была бы постоянно солнечная погода и было бы тепло, допустим, 28-30 градусов, я бы даже искупался. Но сегодня у нас облачно, прохладно, поэтому не будем. Уникальность в Лёре, ну, и Албании в целом в том, что здесь встречаются два моря. Адриатическое и Ионическое. Вот этот вот пляж с песком. Вообще, в принципе, все песчаные пляжи – это Адриатическое море. А Албанская ривьера, или её называют ривьера цветов, это невероятно красивые пляжи с бирюзовой водичкой. Это в сторону к Саранде, к Самиль. Туда мы тоже поедем, но уже в следующем выпуске. Вот там уже Ионическое море. И именно во Влёре этот вот стык, там, где встречаются два моря – Ионическое и Адриатическое. В этом её уникальность. Ну, и на обед мы решили посетить более что-то традиционное, и пришли в ресторан под названием Ноус. Оно специализируется на традиционной местной кухне. Здесь очень популярны морепродукты. Они занимают, наверное, самое первое место. То есть, огромные выборы, не знаю, моллюсков, мидзи, всяких креветок, рыбы, всего-всего. Это здесь в изобилии. И цены на это приятные. Мы тоже обязательно покажем. Но сегодня мы решили попробовать мясо. Мясо, наверное, у них на втором месте. Телятина здесь вообще великолепная. И сегодня я буду пробовать впервые. Традиционное местное блюдо под названием Тавахось. Что это? Это телятина, которая запекается с йогуртом и в горшочке в таком. В общем, выглядит не очень аппетитно, если честно. Но обещают, что будет вкусно. Ну, а я по старинке решил просто взять курочку, картошечку, салатик. Пока не готов к экспериментам. Но обязательно попробую албанскую кухню. Как такового меню здесь нету. Вы просто приходите. Здесь есть небольшая раздача. Выбираете себе блюдо. Вам накладывают. Цена за порцию. И вы садитесь и уже обедаете. Все очень вкусно. Мы здесь уже обедаем не первый раз. Поэтому точечку для вашего удобства мы оставляем в описании. Просто переходите по геолокации и приходите сюда. Я хочу сказать, что вот это блюдо местное мне не очень нравится. Ну, то есть, именно сама запеканка. Мясо очень вкусное. Мясо просто великолепное. Но запеканку я даже есть не буду. Но любителя, короче. Ну, она просто из йогурта. Поэтому, как бы, знаете, запеченный йогурт с мясом все-таки сочетание необычное для нас. Ну, а так салатик. Все свежее. Курочка, огонь. Все нравится. Очень похоже на такую обычную нашу домашнюю еду. Многие у нас спрашивали, какие же цены на продукты, на еду в Албании. И эту тему мы тоже немножечко затронем. Расскажем вообще про систему. Как она здесь устроена. Немного отличается от нашей. В таких небольших городах, как в Лера, нельзя прийти в один большой супермаркет и купить сразу же все продукты. Каких-то продуктов вообще нету. Какие-то представлены в единичном экземпляре. Например, с хлебом, с мясом. Большие проблемы в сетевых супермаркетах. И также фрукты и овощи лучше покупать в таких вот фруктовых лапках, да? Да, конечно. Конечно, очень много по всему городу таких вот лавочек. Единственное, что мне не нравится, что у них, конечно, здесь повсюду пластиковые пакеты. Сейчас, кстати, сезон гранатов, поэтому мы с Серегой обязательно берем гранаты. Здесь разных несколько, видимо, сортов. Есть дешевые вообще по 60 лек. Это где-то 60 центов. Есть по 100 лек. Это 1 доллар. И есть вот такие вот прям большие. Ну, это красные большие, брат. Мы такой вот возьмем один, по какому-то, да? Самые дорогие на данный момент это апельсины. Смотрите, апельсины стоят 230, то есть это где-то 2 доллара 30 центов. А вот яблочки по 60, по 70, по 80. Курма тоже по 70, то есть наравне с яблоками. Томаты, огурцы, перцы, вот томаты по 80 тоже лек. Скоро наступит сезон апельсинов, и они будут очень дешевые. Я думаю, что вообще это импортные апельсины такие дорогие. Ну, а в целом цены очень приятные. Я, кстати, взяла нам свеклу, и мы приготовим салатик такой, чесноком, из майонеза. Есть вкусный большой свежий виноград по 150 лек, то есть по 1,5 доллара. Вот взвешивают нам все овощи, и смотрите, тут в основном все не пользуются калькуляторами, а записывают на бумажку до сих пор и считают в столбик. Ну, это только на улице, только на уличных лавках. Такого в магазинах нет, конечно же. Это просто вот такая вот, мне кажется, история. Ну, это очень меня как-то подогрело, это просто в детство вернуло, реально. Да, да, да. Как много? Как много? Как много, да. Вот, 460 у нас получилось. Тут яркий пример, смотрите, сыр с правой стороны продают, а булки, всевозможную выпечку продают с левой стороны. Вот, пожалуйста, вам сметанка свежая, творожок, сыр. Вот тут вот фета, или как он называется, который в ваннах больших лежит, прямо в жидкости, вот этот сыр. И вот, смотрите, цены 750 лек, 700. Очень удобно считать, допустим, там 500 лек, это 5 долларов. Ну, я вам уже объяснял, просто не забывайте. Мы, конечно, все для вашего удобства переведем, но на всякий случай, если я где-то что-то забыл, вот можно так считать быстро. И вот сыр, видите, тоже 700, 1100. Сметанка 250, это все за килограмм. Белый хлеб стоит 40 копеек вот этих, 40 лек. Это 40 центов. В ценах мы немного теряемся, потому что мы все равно давно не были ни в Беларуси, ни в России. И мы не понимаем, это дорого или дешево. Просто мы сравниваем с Таиландом или с Индонезией. Если сравнивать с европейскими странами, ну, то есть Албания, это европейская страна, она находится рядом с Грецией, с Италией, с Македонией, с Северной Македонией, и с Черногорией, то Албания самая дешевая страна среди вот всех европейских стран. Это точно. Ну и попадаем с вами в мясной отдел. Тут много всего есть. Смотрите, например, свинина 700, 850, 650. Тоже обращайте внимание на цены. Вот тут уже говядинка. Видите, с правой стороны говядина по 800. То есть по 8 долларов, и там он какой-то прям вырезка какая-то, 1400. Вот, смотрите, какие куры, они прям у них желтые. То есть не такие, как мы привыкли, беленькие, да, они прям желтые. Это говорит о том, что они либо выращены на кукурузе, либо они выращены, ну, без всяких ГМО и добавок. И вот филе куриное 550 уже стоит, а корочка 350. То есть вот этот магазинчик больше специализируется на мясе, но у него тоже есть тут и алкоголь, и какие-то продукты. Как я уже говорила, вообще албанцы, они не покупают в супермаркетах мясо. То есть замороженное мясо здесь вообще считается, это типа фу-фу-фу. Они покупают только свежее, молодое мясо и едят его. Ну и вообще Албания – это одна из, по-моему, не помню, 10 или 5 стран, в которых на законодательном уровне запрещено ГМО. То есть продукты здесь очень свежие, натуральные, реально вкусные. Вот, мы это уже с Серегой заметили, потому что мы попробовали мясо, попробовали фрукты, овощи, и они действительно очень вкусные. И, ну, такие вот прям, знаете, как со своего огорода. То есть, в принципе, это все со своего огорода. Фермеры привозят, поставляют в магазины, продают. Ну, супер, классно. Это большой плюс, я считаю. Пришел еще в один магазин. Яйца стоят 99 лек за десяток. Можно и поштучно брать, а можно в коробочках. Еще, так как Италия здесь совсем-совсем близко, я беру обычно еще хамончик. Его нарезают на слайсере. И я беру где-то 200 грамм, выходит где-то 350-400 лек. Еще, смотрите, цену на Филадельфию. Сыр 175 грамм стоит 250 лек. Тоже беру частенько. Так, тут уже пошли сосиски, колбаски всякие. Но мы их, к сожалению, не едим, а может и к счастью. Поэтому я вам просто покажу, цены разные. Ну, специально для мужчин цены на крепкие напитки. Я думаю, это женщинам не очень будет интересно. Хотя моя любитель заворотник заложить. Рэд Лейбл 1600, Егерь Мастер 2100. Джек Дэниелс стоит 3000 лек, то есть 2 990. Малибу 1990, Шериданс 1800. Ром Гавана Клаб тоже 1900. Мартинева 1300. Цены на местное пиво, смотрите, Албар стоит 0,590 лек. Пиво Корча стоит 99 лек. То есть это пиво по доллару за 0,5. Я считаю, тоже нормально. Это там 60, не, 75 рублей получается за бутылку. Импортное тоже есть, вот по лайнер за 199. 59 разное пиво есть, поэтому тоже ставьте на паузу. Можно все самим посмотреть. Ну, а вечером прогуливаясь по променаду, вы можете заметить, что на протяжении всей набережной находится много уютных ресторанчиков. И в одном из таких мест мы сегодня будем ужинать. Заодно и вам покажем именно ресторанчик с морепродуктами. Называется он Реста Бар Бай Джованни или Гавани. С видом прямо на набережную, на море и на закат. И здесь невероятно вкусно. Мы здесь уже второй раз. И сегодня мы пробуем морепродукты, конечно же. У Сережи паста с морепродуктами. У меня просто морепродукты. И, конечно же, албанское вино. И цены здесь очень даже приятные. Поэтому это место мы можем вам 100% порекомендовать. Ох, ужин был действительно очень вкусным. Тем более с таким шикарным видом. Закатик просто бомба. И на счет за ужин составил 2150 местных лек. А за обед мы отдали там 1650. Что-то такое. И что-то мне кажется, что ужинать гораздо вкуснее. Еще и выгоднее, да, в этом месте. Субтитры сделал DimaTorzok